Вот уже 8 лет Александр Погорелый управляет мотоциклом. За это время он побывал во многих городах России. Этим летом Александр решил отправиться на железном коне на Алтай. Туда молодой человек собирался 10 лет. И вот его мечта сбылась. Позади 9 тысяч километров. Специально под эту поездку купил этот мотоцикл. Начал копить денег, покупать экипировку, палатки, спальники и прочее. Продумать маршрут. Ну и взял отпуск в июле и поехал. Запомнились красоты Алтая, очень разнообразная природа. Серпантины, горные реки, долины прекрасные, очень вдохновляющие виды. Природа просто супер. Залог удачной поездки на байке – это, конечно, соблюдение всех правил дорожного движения и уважительное отношение ко всем, кто есть на дороге – водителям и пешеходам. И второе условие безопасной езды – правильно подобранная экипировка. Без неё мотоциклиста нельзя. Каких-то строгих требований к иммуниции нет. Главное, чтобы она была удобной и свободной. Экипировка необходима для того, чтобы защитить вас в случае падения. Она ещё защищает от неблагоприятных погодных условий, от летящих камней, допустим, из-под колёс автомобиля, от постоянно летящих навстречу насекомых и прочего. Перчатки нужны, чтобы при падении с мотоцикла руки были в безопасности. Куртку и штаны летом лучше брать текстильные с защитными элементами. Обувь на ваше усмотрение. Новичкам не лишним будет усилить защиту наколенниками и налокотниками. Ну а первое, что необходимо купить следом за мотоциклом – это шлем. Главный элемент защиты мотоциклиста – шлем. Если из-за муниции можно на чём-то сэкономить, то на шлеме никак. Прежде чем оседлать железного коня, защитите голову. Берегите себя и своих близких. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Продолжение следует.